На ЛПУ номер 3, вот оно, инновационные методики диагностики. Наши методики помогут вам предотвратить и остановить развитие. Да? Ну, возможно, просто пришла вместе... Через холодный звонок. Уважаемый Игорь Владимирович, почему мы именно вам должны давать крестение? Никаких показаний к этому нет. Повесить на клиента кредит и потом освоить эти деньги? Так, ну что, надо ехать, да, получается, в эту... Медицинскую клинику. Бахилы надевать. Бахилы надевать, да. Транспортный. Так, где навигатор? Навигатор, так. 22 минуты, 4 километра по пробкам. Короче, поехали. Опа! Чего, вроде опять вздохли, что ли? 28 декабря 2022 года. Мы едем в медицинскую клинику. То ли ЛПУ номер 3, то ли что-то такое. В общем, красота и здоровье. У нас был такой ролик где-то с год назад. Мы туда приезжали. Клиентке деньги вернули полностью. Потом про эту клинику снимало телевидение, кино. И эта клиника до сих пор работает. Вот сейчас очередная клиентка к нам, пенсионерка, обратилась. Что на нее там подвесили тоже кредит. Больше, чем полмиллиона рублей. Каких-то назначений там нелепых надавали. И лечат от несуществующих болезней. И вот мы едем сейчас пообщаться. Надеюсь, с кем-то удастся нам пообщаться. Кто крышует эту медицинскую клинику, непонятно. Но она до сих пор работает. По каким-то неведомым нам причинам. Кто не из Санкт-Петербурга, можем показать какие-то виды Санкт-Петербурга, да? Да, например, строительные леса очень красивые. Строительные леса, да. Вот сейчас мы людям покажем фонтанку. Это красотища, да? Санкт-Петербургская красивая. Санкт-Петербургский цирк. Без бахил. Все поголовно без бахил. Как в тот раз пришла юрист к этой клинике. В сапогах таких, в уличных. Все в грязи эти сапоги. И она нам вкручивает про бахилы. Почему здесь бахилы? Вот, да, правильно. ЛПУ номер три. Вот оно. Инновационные методики диагностики и лечения. Наши методики помогут вам предотвратить и остановить развитие. Вот как-то так. Поэтому вот до сих пор существует ЛПУ. Но люди все равно куда-то идут. И что их не останавливают? Новый год, а снега нет. Вот нам туда, в это ЛПУ. А, он еще. Да, ЛПУ. Мне непонятно, как банки дают такие кредиты. Потому что, ну, они же должны себе отдавать. Если там пенсионер какой-нибудь там 65-70 лет берет кредит. Там 500 тысяч, там миллион. Как он будет отдавать этот кредит? Непонятно. Даже если этот кредит застрахован, страховая компания же, она тоже должна понимать риски. Понятно только одно, что аж кур населения идет полным ходом. Вот, вот этот, лысый, с ним. Он не уходит. Брат. Вот, уроды. Давайте бахилы оденем, да? Опа. Так, есть. Здравствуйте. Можно пройти? Надо. Не, ну, в каком-то смысле. Дописно. Не, и нам сразу заведующего нужно. А что это вообще за конструкция? Там, почему отсекли? Это общественное место от того общественного места. А кто так определил? Вы что ли? Я вот, может быть, хочу пойти с услугами ознакомиться, а вы мне не даете такую возможность. Заведующий подойдет сейчас? Да, проходить не надо. Ну, мы знаем, как это работает штука, да? Нормально, просто людей здесь каком-то прибанники держат. Кредит тоже здесь вы даете? Сразу на входе. Оформить кредит. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы кто? Юрист. Юрист. А почему мы не можем пройти? Вы по записи? Вы хотите записаться? Какая-то, я, может, хочу пройти, он с услугами ознакомится. Почему меня здесь ограничивает? Непонятно, что это такое вообще. Я пойму. Можно, да? И у нас есть клиент, которого, по ее мнению, здесь обманули, но еще хотелось бы главного врача, потому что я хочу задать вопросы по поводу назначения и так далее. Вы хотели ознакомиться с пациенткой? Да, я ознакомлюсь. Здесь есть уголок 3 пациента, вы можете с этим ознакомиться. Хорошо. Актуальная информация, все на нем размещено. Да, здорово. Теперь хочу к главному врачу пообщаться по клиентке, по нашей, по вашему пациенту. Почитайте, пожалуйста. Если у вас есть какая-то пациентка, то вы можете ее мне предоставить. А мы можем, конечно, мы просто... Вот, темно, я вижу вас предоставить. Конечно, но мне по ней нужна информация, мне нужна выписка из амбулаторной карты или с медицинской карты. Легко, оставляйте запрос. Я вижу вас предоставить, давайте обменяемся, я вам зарегистрирую. Это понятно, я хочу еще вопросы задать лечащему врачу, потому что очень много вопросов. Мы можем с вами в документации разобраться, а вы в свою очередь затем разберетесь с главным врачом. Вы же сейчас уже, я передаю вам претензию, вы же уже можете заняться подготовкой нам выписок, правильно? Да, у нас на этого есть 10 дней. Да, почему 10 дней? По закону 10 дней. Выписку предоставить 10 дней? В течение 10 дней. Серьезно? Да. А в ФЗ-323 вы изучали внимательно? Да, там между собой информации нет. Как нету, 23-я статья. Что там? Уверены? Давайте поспорим. Да, минимальный срок 7 дней. Давайте по соточке поспорим с вами. Давайте не будем с вами спорить. Почему? Мы же уверены. Да, я это прекрасно знаю. А для обращения граждан в госорганы есть срок 30 дней. В госорганы? Вы госорганы? Мы не госорганы. А при чем действительно? Вся ДВФЗ здесь вообще не работает? Вы не оперируйте с 37, потому что многие люди их не знают, а я знаю. Так я юрист, мы можем с вами же правильно оперировать? В законе как раз в 323 написано по поводу сроков. Конечно. Что там написано? Я вам сказала, в течение 10 дней делается выписка. Выписка, выписка. Нет, нет никакого. 23-й, почитайте сейчас. Давайте я принесу шабринал регистрации. Мы с вами обвиняемся документами, а вы пока подождите врача. Да, я вам могу даже сказать, 30 дней, если пациент не лечится, и ровно сутки вы должны предоставить эти документы, если пациент сейчас находится на лечении. Мой пациент находится на лечении, поэтому у вас есть ровно сутки. Хорошо. Я принесу журнал регистрации, и мы с вами меняемся в документацию. Давайте. Есть идея. Вот, кстати, Андрей Юрьевич Лопатин, главный врач. Так, это вот ваш экземпляр. Там претензии и запрос. Это вам. А здесь вы мне просто напишите, что кто принял. Это запрос лицевой. А это претензии. Медицинские документы мы готовы получить завтра. Да, не вопрос. А главного врача мы ждем, да? Андрей Юрьевич, да, подойдет? Да, вот подойдет. Хорошо, спасибо. Ничего страшного, мы подождем. Спасибо. Папатин Андрей Юрьевич. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Где будем общаться? Здесь? В моем кабинете, наверное. Давайте в вашем. Не маловато месяц, но я думаю, вы все поместились. Я претензию передал юристу, да, я понимаю, что вы ее еще не изучали. Нам необходимо будет получить завтра, клиентка, сразу говорю, находится на лечении, поэтому в течение одних суток, как того требует ФЗ-323 обязанность медицинского учреждения, предоставить копии, выписки и так далее. Я совершенно не согласна на в течение 10 дней в законе ФЗ-323. Ну, хорошо. Вам сейчас открыть просто, будем тратить время? Статья 23 даже можете открыть и посмотреть. 10 дней вообще нет. Вообще просто нет. Это закон о защите прав потребителей. По аналогии закон о защите прав потребителей. Да нет никакой аналогии. В ФЗ-323 статья 23. Мы не нарушаем. Просто сейчас пока нет. Завтра не дадите, уже нарушите. Что не нарушаете? ФЗ-323 закон. Пока нет, завтра будете нарушать. Я же говорю. Когда будем нарушать, тогда вы нам предъявите ответы. Будем разбираться. Так я в том-то и делаю. Я сейчас, здравнадзор, правильно. Сейчас-то я никаких претензий вам не предъявил. Я сразу сказал завтра. По существу, да? По существу, да. Мне необходимо, чтобы были даны ответы примерно на следующие вопросы. Сейчас мы претензии подали. Это понятно. Деньги мы требуем, чтобы вы вернули. Почему? Чтобы вернули. Потому что ваши результаты проведенных вами обследований, назовем это так, не соответствуют назначенному лечению. То есть, по нашему мнению, по мнению нашего медицинского специалиста, следует, что, ну, например, взять, если что по части железа, который на пограничном значении железа находится, на максимальном, вы назначаете препараты, которые также увеличивают это содержание железа в организме. Чем не то, что вы навредить здоровью можете пациенту, а в какой-то мере можно даже там к летальному исходу человека довести. То есть, здесь вот, например, церетон, имелдранат, инфаркты, ишемия и так далее. Деменция. Как установили это? Непонятно. Зачем-то печень начинаете лечить? Никаких показаний к этому нет. То есть, если это просто, скажем так, повесить на клиента кредит и потом освоить эти деньги, тогда да, здесь логика есть. Мы уже приходили год назад в вашу организацию. Был юрист, была другая женщина. Вот. В общем, несколько вопросов у меня вот такие. Я хочу на них получить ответы. К чему это я объясню. Потому что мы рассматриваем не только возврат денег, которые она заплатила, а еще возмещение бреда здоровью. И как он будет возмещаться, мы точно так же через экспертизу, если потребует, это все проведем. Из тех медицинских документов, которые вы нам предоставите, наш медицинский специалист их изучит и даст свое заключение. Если будет установлено здесь состав какой-то уголовного преступления, то мы будем двигаться дальше через Следственный комитет прокуратуры, потому что, я объясню, это пенсионерка, занимаются пенсионерами прокуратуры и так далее. То есть вот как-то так. А, мы поняли это. Там это все отражено? Это все там отражено, да. Вы сейчас готовы дать ответы? У вас нет сейчас медицинской карты, правильно? Во-первых, карта, она есть, она находится в регистрации. Нет, в том смысле, что я не могу дать, потому что мне надо изучить ваши вопросы, изучить личную карту ее, чтобы что-то сказать. Я этого специально... Когда мы можем подъехать, чтобы вы изучили эту карту и дали пояснение? Уважаемый Игорь Владимирович, почему мы именно вам должны давать пояснение? А кому? Мы можем дать пояснение. Я ее представитель. Представитель, да. Доверенность там у вас есть, вы можете посмотреть все мои планы. На что у вас доверенность? На все. Вы посмотрите, все, да. Я и хочу посмотреть на что, потому что вы мне передали, да, я еще даже не услышал. Какие у вас есть полномочия по данной доверенности? Получаете выписки, медицинские документы, результаты анализов и так далее и тому подобное. То есть все те полномочия, которые у меня есть, которые есть у самого вашего пациента. Она имеет право ознакомиться, получать, смотреть, интересовать. Перед тем, как отвечать на все ваши вопросы, сначала нужно ознакомиться, в том числе и с вашими документами, потому что, во-первых, доктор не готов, он не ведет пациента. Правильно. Поэтому я и пытаюсь согласовать дату и время. Я, между прочим, общалась по телефону с ее сыном. Приходить они к нам не пожелали. А запись телефонного разговора с ее сыном у меня есть, но он не хочет сюда приходить. У него нет времени со мной вообще. Правильно. Он не хочет, потому что она приходит. А ранее обращений, я вот могу вам сказать, обращений в адрес нашего учреждения не было. Заявлений не поступало. Единоразово она только была здесь. Никаких требований она не предъявляла. Что это? Для чего вы это сказали? Для чего? Просто что у нас ранее никаких вопросов с данным пациентом и не возникало. Вот возник вопрос. После того, как она пришла, мы ее решили пригласить. Собственно, ну, чтобы она, раз она здесь была, она ушла, удалилась. Вот прошло время, она здесь была не одна. Затем она удалилась и дали от ней никакой веточки. А как она сюда попала? Слушай, как она сюда? Я не знаю, как она сюда. Просто пришла вместе. То есть холодный звонок. Это я вам сказать не могу. Я могу. То есть ей поступил звонок, предложили ей по телефону. Если вы хотите провести обследование, пожалуйста, нажмите кнопочку такую-то. Она нажимает и после этого она здесь. После этого ей делает назначения непонятно какие и так далее. Вы еще выпуски не получили. Поэтому разговоры о назначениях, о диагнозах и обо всем прочем, пока об этом вести речь рановато. Но зато у нас есть план лечения, в котором непонятные для нас моменты. Ну, вы же не доктор. У нас есть доктор. Это хорошо. У нас есть доктор, да. Поэтому я и хочу согласовать дату и время, когда мы можем подъехать и пообщаться. И по каждому назначению мы получим от вас ответ. Зачем вы это делали? На основании каких исследований, анализов и так далее? Зачем повышали железо? И так повышенное. Ну и так далее. Давайте согласуем. Сколько по времени мы имеем права? Потому что вы как раз не понимаете, что за день в день... Ну, просто конец года, да? Врачи у нас, те, которые ее ввели, они работают по совместительству, поэтому они не каждый день. И взять с них информацию по тем вопросам, что вы задали, я даже не могу сейчас сказать, успею ли я за последние два рабочих дня это сделаю. Хорошо, давайте так. Вы просто все медицинские документы нам заверьте, копии, и передайте. Это вы должны сделать завтра. Успеете же это делать? А беседу какую-то мы можем на после праздников отложить. Так же нормально будет? Просто давайте контактами обменяемся. Вы мне дадите телефон, по которому мне связаться завтра, спросите, готовы или нет, чтобы подъехать. И все, и дальше продолжим диалог. А потом созвонимся после праздников и определим, когда можно будет пообщаться. Смотришь, завтрак, там, ну, после 4-х, то возможно, вы сделать выписка? Я думаю, она не очень большая. А выписка или серокопия документов? Ну, все, что у нас есть. Заверенные медицинские документы, результаты анализов, медицинская карта у вас называется, да? То есть делайте ее копию, заверяйте, как положено, наверняка знаете, как это делается. И все, что вы тут сделали. Но дело не выписка, это серокопия-то подзаверение. Вы хотите, вы сам по заявлению пишите копию медицинской карты. Копию медицинской карты. Да? После 4-х завтра можно будет подъехать, просто человек обрисовать. Да, копию предоставим, потому что я говорю, надо посмотреть график врачей, я не могу сейчас даже ответить. А по врачам тогда после Нового года, да, получается? Да. Хорошо, договорились. Но это не исключает рассмотрение самой претензии, понимаете, да? То есть время по претензии, оно идет? Да, это что касается гражданских правых отношений, а что касается остального, мы потом... Нет, нет, потом копию сделайте для отновления претензий, чтобы я углаза еще ее не видел. Нет, это я не знаю, много претензий. Я с ПСД у меня не работал, поэтому, к сожалению, не можете их принимать в ПСД. Все тогда, тогда завтра мы пришлем представителя, который просто к вам обратится, да, как вас зовут? Мария Александровна. Мария Александровна. Он тогда придет, спросит Марию Александровну, вы подойдите, и он с доверенностью тоже придет. Да. Все хорошо, хорошо, все, спасибо. До свидания. Так, ну что, в этот раз без драк. Кто не толкает, не выгоняет, не пинает, все очень хорошо. Ты передумала, разбирать ее, а что? Разбирать что? Причем. Чем? Свою. А, что ли вам надо разбирать? Я говорю, передумала. А, передумали, да, надо передумать. Не надо разбирать. Здравствуйте, девушка. Нам бы переговорить с главврачом или заместителем. Хорошо, минуту, естественно, пригласим. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, да? Да. Меня зовут Денисик Александрович, мы с вами разговаривали. Подварительно, да? Спорт до сих пор у нас не урегулирован до конца, хотелось бы поговорить. Вопрос, в чем не урегулирован? Вы же все вопросы решали с нашим юристом. Юрист у вас на месте сейчас? Можно с ней переговорить? Пойдемте, я все провожу. Итак, я пригласил свой кабинет, чтобы это, подождите, это на диванчике, сейчас я ее вызову. Здравствуйте. 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 Кому подошли? Тюриста. Тюриста, ко мне, значит. Да? Мы можем с вами поговорить. Ой, сейчас, минутч. Ну, давайте, я здесь расположу. Да, у нас, соответственно, была часть денежных средств возвращено, и осталось 86-100, да, по подсчетам, которое не возвращено. На основании 323 ФЗ мы запрашивали медицинские документы, и у нас также нет, соответственно, ответа, да, почему удержались. Удержались, то есть, не жили средства. Нет, на почту у нас не поступали, с клиентами мы общались. Ответ направлен был в Кураган. Зампочтой. Сейчас мы найдем. Да, 30 декабря 2022 года. Можно? Конечно. Сам ответ есть у вас ознакомиться? Сам ответ есть, а у вас полноучие есть? Да, конечно. У меня вопрос к вашей доверенности. У нас что, в законодательстве есть пункт о том, что на доверенности можно использовать факсимильную печать? Доверенность предусматривает юридического лица и таким образом удостоверение документов, да? Можете посмотреть и изучить? В соответствии с законом Российской Федерации доверенность это договор одностороннего порядка, в котором подпись должна быть только оригинальной. В локальных нормативных документах организации можно использовать факсимильную печать. Мы тоже используем дуографию факсимильную печать. И ссылаемся в 160 статью. Что предусмотрено? В доверенности факсимильной печати быть не должно. Здесь, смотрите, это во-первых внутренний документ, который право передоверенным осуществляет. Основная доверенность у нас предусмотрена. Я вам еще раз объясняю доверенность. Даже от организации. Давайте вернемся к конструктивному, да, в этом направлении разговору. Дело в том, что... Конструктивный разговор. Я считаю, что вовсуперенность неправомерна. Все, что я могу вам дать, это если гражданка Кафтун не получила почтовую корреспонденцию, я вам сейчас обксерокопирую описи и чеки. Медицинские документы вы предоставляли, которые мы запрашивали? То же самое на почту были отправлены. Точно так же я вам сейчас выйду, сделаю ксерокопию чека и описи. И предоставлю их тоже. Хорошо. И это единственное, чем я вам помочь. Давайте с вами, соответственно, поговорим в этом направлении. Мне нужно знать причину соответствующего невозврата 8600, да, потому что... Я вам все расписала в ответе. Если вы его не получаете почтой, почта отправляет уведомление. Знаете, такой небольшой листочек беленький, значит, кладется в почтовый ящик. Если человек однократно не получает его, через некоторое время. И еще раз почитаю, Леонова кладет. Все вопросы. Давайте я вам поясню, да, некоторые алгоритмы. Я вам объяснять не буду. Да вы можете не объяснять. Вы послушайте меня, пожалуйста. Я, естественно, вас выслушаю, а теперь вы меня послушаете. Хорошо, если вы таким образом хотите осуществить, мы это осуществим. В консультации, которые с врачами мы производили, были установлены определенные критерии по оказанию услуг. В том числе и введение различных препаратов. Данный препарат, допустим, церетон, который у вас вкажется, это вообще при ишемическом инфаркте. Ишемия применяется. Я говорю сейчас, вы меня выслушаете, хорошо? Я вот смертонарушу доверенность, и уже мне все понятно, что вы доверенность можете оформить в соответствии с законодательством инфаркции. Вы меня просто выслушаете, да? Дело в том, что я вас выслушиваю, да, и вы меня будете добры выслушать, и потом вы принесите самостоятельное решение в данном направлении. Вот. Показаний к данному препарату у нас не было. Я просто прошу пояснений, да, в этом плане. Также, допустим, у нас ремберин, да, идет при острых отравлениях, показания, какие были при острых. Или, допустим, у нас препарат виннофер, да, в чем он заключается? Это повышение железа, да, он противоказан. Но если посмотреть ваш же анализ, данный фератин выше в 4 раза в ней, что близок вообще к верхнему пределу. Это несет определенные последствия. Поэтому я, вот, да, со своей стороны, мы получим этот ответ, да, если он действительно был отправлен. Он был отправлен, вы не верите в почту России. Но я хочу вас уведомить о том, что вот данные действия, которые сейчас осуществляются, да, по нашему мнению, привлекаются к уголовной статье 238-я, да? Это оказание услуг, заведомо влекущих собой вред здоровью. И если мы конструктивно к вам не придем, то сегодня это заявление будет подано, а дальше мы будем действовать в рамках гражданского процессуального кодекса. Вы можете подавать любые заявления, которые вам вы посчитаете нужными в рамках защиты интересов представителей. То есть диалог вы не хотите вести, правильно, в этом? Диалог вы сначала доверяете, приведите в соответствие, а дальше, если вы врач, а я, к сожалению, не врач. Диалог проведется соответствующая экспертиза, мы при начальной консультации у нужных врачей, соответственно, получили в этом направлении. Поэтому, я думаю, вы придадите главному врачу в этом направлении. Интересно, а как вы получили консультацию, если вы не имеете медицинских документов от нашей организации? У нас есть анализы, которые вы при начале сделали и предоставили? Конечно. А как вы устанавливаете все? Вы же не предоставили вначале. Я вам сейчас... Даже на одном анализе крови, который вы осуществляли, уже можно установить о том, что там повышение железа идет. А к вам говорится и препарате, который может повысить еще больше. Я понимаю. Хорошо, я жду соответствующей копии, и дальше тогда уже встретимся с вами еще. Я вам сейчас прямо сейчас выручаю, вы можете сверить, где находится письмо. Здесь трек-номера, указанных в каждом шейке. Вся опись прописана, что было. Копия медицинской карты, копия УЗИ, копия регрессового удостоверения, препарат, который вы запрашивали. И здесь ответ на претензи без приложения. Здесь соответствия законов. С таким инструментом нам не приходить. Давайте я чувствую, что в суде везде подтверждается, а у вас не подтверждается, да? Нет, и в суде они не подтверждают. У вас что-то доверенностью отправят из суда ее оформлять. Я думаю, что я вас специально засниму, я это из-за доставлю. А теперь, ну, значит... Это ваше право. Если судья настолько неграмотные, вы это считаете? А, ну, наверное, туда вся страна неграмотная. Ну, если вы не знаете, что как оформлять сдавину, что это односторонний договор, и он должен быть подписан на лицо, именно лицо, не фоксимирование. Хорошо, если вы так убежден в этом. Да, хорошо, встретимся уже в рамках, наверное, другого производства с вами. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Ну, как и говорили, прибыли в отдел полиции для подачи заявления, так как данная компания не хочет идти на какие-либо договоренности. И логическое, наверное, завершение будет привлечение к уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающей требованиям безопасности. Соответственно, время уже позднее, да, поэтому, наверное, мы полностью с камеры заходить туда не будем, чтобы не смущать сотрудников. Поэтому я сейчас подам, зарегистрирую, ну и, соответственно, будем действовать уже в рамках уголовного производства. Продолжение следует...